Слушатели Радио 4 знают нашего коллегу Александра Жемжурова как ведущего утренней передачи «Великолепная четверка». Многие дети обожают его как классного хореографа, танцора и учителя, ведь Саша много лет занимается хип-хопом, и сегодня мы открываем коллег с необычной стороны, так сказать. Доброе утро! Доброе утро, друзья, да, спасибо. Сегодня пятница, день, когда я могу отложить рубашки, надеть широкие штаны, белые кроссовки танцевальные и яркие футболки свои достать из пыльного шкафа. Спасибо. Ну, я так понимаю, что хип-хоп в твоей жизни появился раньше, чем радио. Каким образом ты с хип-хопа перепрыгнула на радиоволны? Ой, это большая история, конечно. Перепрыгнул я на радиоволны благодаря моим детям, потому что меня очень интересовала тема детей, и вот когда-то я предложил своему другу сделать передачу о детях, и ему вот как-то завертелось и понеслось. А хип-хопом действительно я занимался довольно давно, и занимаюсь сейчас меньше, конечно же. И некоторые мои друзья, коллеги, сейчас, когда я публикую какие-то свои старые видео, они очень удивляются. Ой, ты еще и танцуешь? Ну, на самом деле, у меня также хореографическое образование. Когда-то я сделал выбор в пользу именно хореографии, а изначально должен был идти учить славянскую филологию. Я иногда об этом жалею, когда в утреннем эфире ставлю ударение где-то в неправильном месте. Но в любом случае, когда сегодня с утра я делал разминку, я все-таки вспомнил те чувства, которые дарят нам танцы, и это действительно того стоило. Ты работал с детьми, ты работал в детском саду, в школе, если я правильно понимаю. Моя первая работа была после окончания университета, это был детский сад, я работал учителем по движению и как раз-таки использовал все навыки, которым я учился в университете. И там, конечно, от меня ждали постановок каких-то и так далее, но в любом случае мы чуть-чуть по чуть-чуть внедряли. На самом деле, это был большой опыт, и если у вас есть возможность у кого-то, если вы еще думаете, куда пойти работать, то детский сад это, конечно, то место, это хороший стартап, скажем так, для будущей жизни, потому что ты учишься не только общению с детьми, ты учишься общению с собой через работу с детьми. А какие постановки ты ставил с детьми? Тоже хип-хоп или все-таки это классическое было? Два прихлопа, три притопа, что называется? Нет, но с детьми важно создать какую-то историю, то есть ты должен пробраться через какой-нибудь дремучий лес, так у тебя сразу же руки начинают по-другому работать. Открываешь глаза, как будто бы ты только что проснулся или набираешь воды, то есть ты все должен передавать через образы. И если есть возможность использовать какой-то реквизит, чтобы у детей были заняты изначально руки, если вот они только-только пришли на занятия, чтобы их внимание переключить, перебить на какой-то момент от того стресса, в который они попадают, потому что это же группа, много детей, все хотят бегать, двигаться, они, может быть, друг с другом изначально не знакомы. И вот если есть какая-то хоть малюсенькая методика по тому, как переключить их внимание, то ее, конечно, нужно использовать. Сейчас твоя танцевальная карьера каким-то образом развивается или она поставлена на долгую-долгую паузу? Я не знаю, как долго будет длиться моя пауза. Сегодня она, скажем так, спустилась. Снова play? Снова, да. Включили благодаря вам play. Но вот этим летом действительно, наверное, был такой мой последний значимый лагерь. Я ездил на Сарама в одну из сильнейших танцевальных школ. Танцевальная школа Семир. Они когда-то стали чемпионами мира. У них преподаватель, он также поет. Если вы помните, такая группа была, Sol Milisha. И там вот Семи Морган, он довольно часто принимает участие в конкурсах и стилау и так далее. Но на самом деле вот любит танцы. И там у них потрясающие дети. Они столько энергии тебе дают. И вот в тот момент, когда уже начал чувствовать перегорание, на Сарама меня как вот шаманы, знаете, с острова вселили в меня дух, последний вот дух. И вот я получил бы огромное удовольствие. Может быть, видео, которые транслировались параллельно, это вот как раз-таки пример того опыта. Ну что, пойдем на сцену? Мы тоже хотим потанцевать вместе с тобой. Если на стене висит ружье, оно должно выстрелить. Если в студию пришел Александр Жемжуров, он должен станцевать и, может быть, и нам что-то показать. Варвара Сергеева с тобой работает в утреннем эфире. Ты уже научил ее танцевать хип-хоп? Она меня скорее учит танцевать, потому что она очень подвижный человек. И я стесняюсь танцевать рядом с ней. То есть бывает какая-нибудь мелодия звучит на радио 4. И они говорят, ну, Саша, давай, ты же танцор, давай будешь танцевать. А я вот как-то вот стесняюсь. Ну, на радио стесняешься, на телевидении не будет. Давай. Йоу. Йоу. Будем вместе тогда делать. Давайте начнем вместе. Просто самые простые движения начинаются с поз. В принципе, хип-хоп — это кривляние, правильно? И самое первое правило — это у нас мягкие коленочки, да? Все делаем кривлянки на мягких коленочках. Конечно, вообще не хип-хоповое одеяние у нас, так сказать. А почему современные, кстати, хип-хоп-артисты одеваются примерно так, ну, как вы. В офисных костюмах тоже уходят. А вы посмотрите, да, на ютубе очень много разных. Ну, сейчас уже все мешается с контейнерами, но, тем не менее. Давай, держи музыку. Поза. Поза. И раз, два, три, четыре. Поза. Поза. Отлично. Хорошо. Ну, давайте все вместе начнем тогда. Становитесь. Суровые лица. Очень суровые лица. Когда начнется музыка, начинаем делать позы, кривляться. Поза. Поза. И. Поза. 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 Отлично. Молодцы. Супер. И. Поза. 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 Отлично. Пауза. И. Окей, спасибо. Спасибо. Ну, я продолжу. Ой, ой, ой. А мы можем продолжать. Да. Поза. 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 Среди нас разрывает наш матерь. За те, какими я нас не хвалит, и нам не платит. И. Кожному своя, а в каждом ее богатый. Палает так искриво, что в зоне не видно стати. Ходит ему билы. Мы словом надели. Награли тоди, коли инши усили. Мы с новыми целями. Горы усили. Музыка в нас саме в ней, аж до Севене. Саша, ну так, конечно, мы не сможем. Слушай, ну это хорошая физкультура на самом деле. Прекрасная, только надо обязательно восстановить дыхание. Да, но мы хотели на самом деле Александра пригласить к нам провести утреннюю зарядку как-нибудь. Но тут не задача. Зарядки у нас по понедельникам. А по понедельникам, вторникам, средам и четвергам он в утреннем эфире. И только в пятницу на Радио 4 передача утром другая немножко. Поэтому Александр Жимжуров смог заглянуть в нам в студию. Спасибо. Да, ну отлично. Мы натанцевались, размялись. Может быть, кому-то создали настроение, а может быть, кто-то и танцевал вместе с нами. Ну что, спасибо. Спасибо.